В этом году в городских дворах обновили 8 детских игровых площадок, построили две новые. Современный комплекс со спортивным оборудованием обустроили и в Ямальском микрорайоне. Дворовое пространство возле домов 3,7 на строителей нуждалось в ремонте давно. В прошлом году болевую точку на карте жительница города показала губернатору Дмитрию Артюхову в ходе честного маршрута. Благоустройство самого первого в истории города капитального двора уже тогда было в планах муниципальных властей. Дизайн-проект подготовили, его одобрили жильцы двора и горожане в общественном голосовании. Классно, классно. Самый первый капитальный дом. Давайте в следующем году сделаем. Выросли наши дети. Хочется, чтобы по-другому уже стало. Скоро будут наши внуки уже здесь играть. И уже спустя год двор не узнать. Вместо устаревших игровых форм современная детская площадка «Строитель». Концепция выбрана не случайно, а исходя из названия улицы. Во время школьных каникул детвора спешит на горке. Мне нравится именно вот этот билайзус Тосневого заскатываться на латрусов. Тут ламберинты есть. Тут можно везде проходить. Мне вот в этой площадке больше понравился вот этот самосвал. Площадка очень красочная, красивая. И тут все по строительскому. Мы как строители себя представляем. Дети сразу облюбовали и экскаватор, и грузовик с бетономешалкой. И как же без качелей. Здесь они на любой вкус и возраст. Площадка очень прикольная вообще. Тут спортплощадка, тут детская площадка. Есть он для вот рушек. Можно кататься где хочешь. Вот хоть на горке. Качество работы ценили и общественники. Общее внимание привлекает спортивная зона. Кроме классических для воркаут-площадок, турников, брусьев и скамьи для пресса, здесь установили уличные тренажёры с навесами, а ещё крытую зону отдыха, скамейки и урны. Такое решение поддержали сами жильцы. Для безопасности здесь установлено телементральное освещение, инопрективное, также видеонаблюдение на столбах, также видеонаблюдение установлено на служебном. Общественники отметили разнообразие игровых форм. Они не только развивают воображение и создают пространство для игр, но и способствуют физическому и интеллектуальному развитию. Оборудование очень хорошее, очень интересная задумка, очень интересный проект сам по себе. Видно такой экологический подход. Ну и, конечно, радует то, что это с наказов избирателей, потому что когда мы в 2020 году собирали наказы, жители этого микрорайона, один из них и самый такой важный был – это формирование вот этой площадки. Мой крайний север начинался 36 лет назад именно с этой площадки, именно с этих двух построенных домов, со строителей 7. Да, здесь уже выросло и сменилось, наверное, пару поколений, не одно. Но я думаю, что дети будут счастливы. Очень красиво, безопасно, здорово, уютно. Для взрослых, на мой взгляд, потрясающие тренажеры совершенно, что позволит родителям вместе с детьми здесь находиться. Современная детская площадка на строителей – это результат программы «Индекс качества городской среды». В рамках синхронизации дворовое пространство благоустроили комплексно, отремонтировали проезды, сделали тротуары и ливневки. Современно все очень. Хорошие изменения. Площадка была тут уже, конечно, очень старая такая, поношенная временем. Детки здесь бегали, нам очень нужна была площадка. Поэтому мы ждали. Мы долго ждали. Какие изменения заметили? То, какие. Площадка, асфальт. Все изменили. Ливневки, газоны, дорожки. Все это прекрасно. Оцениваю положительно, так как живу в этом дворе больше 20 лет. Естественно, появились наконец-таки детские площадки. Есть возможность с детишком играть, развиваться. Ну и для семьи это такое хорошее подспорье, что всегда будут рядом дети. Всего же в этом году в городе обновили 8 детских игровых площадок и установили две новые. Алена Гафарова, Андрей Нагибин и Сергей Лукович. Новости Муравленко. Новости Муравленко.